МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции в новогодние праздники мы вспоминаем самые яркие спортивные события ушедшего года. Стадион Икар в 2021 году вновь стал центральной площадкой празднования Дня России. Спортивное лето. На празднике ко Дню России стартовал первый городской молодежный мегапроект «Генератор ЗОЖ». Под эгидой марафона на протяжении трехлетних месяцев в Сарове будут проходить спортивные мероприятия. Марафон открывал актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер и общественный деятель Олег Токтаров. Зимой лес полный лыжников. Летом не каждый поле заняты футболистами. Я сейчас только прибежал с футболом, мы начали играть почти с 8 утра. У меня очень хор. Я живу в втором городе, и что мне, наверное, честь открыть марафон «Генератор ЗОЖ». А я его открытым. На открытии выступили воспитанницы студии эстрадного и народного танца «Задоринки». Сразу после торжественной церемонии на стадионе Икар стартовали соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, шашкам и шахматам. Сам я в шахматы начал играть еще со школы. У нас было в Дворце творчества школьников, в ДТШ, в Дворце пионеров, была секция по шахматам, куда я ходил, занимался. Вот с тех пор и до сегодняшнего дня также играю в шахматы. Также на стадионе в рамках марафона прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и семейных команд. Посвящен он знаковой юбилейной дате – 90-летию комплекса ГТО. На церемонии открытия также вручали золотые знаки ГТО. Коронавирусные ограничения есть. Это максимальное количество участников по мероприятию до 300 человек. Плюс соревнования должны проходить на открытом воздухе. Ну и также термометрия, санитайзеры и все вот эти ограничения, которые есть. В другой части комплекса проходило соревнование «Многоборье. Начальная военная подготовка», в котором участвовали пять команд. В каждой команде было 5-7 человек. Для ребят приготовили 8 этапов – лазерный тир, сборка-разборка автомата, пожарная эстафета, которую помогали организовать сотрудники МЧС России. Кстати, насчет ударей обезболивающей. Ты знаешь, какие препараты у нее любят? А вдруг у нее аллергия? А вдруг она не знает? Поисково-спасательный отряд волонтер организовал сразу два этапа для участников «Многоборье». Это оказание первой медицинской помощи и топография. Разумеется, лазерный тир был очень интересным. Все-таки пострелять удается не каждому, не всегда. С нетерпением жду пожарную эстафету. Все-таки давно не пробовала, хочется. И химзащита тоже. У гостей праздника была возможность посидеть за рулем пожарной машины. В начале августа в Сарове состоялся ставший традиционным чемпионат России по лыжероллерам. В пятый раз в Сарове стартовали всероссийские соревнования по лыжероллерам. Проверить силы и побороться за попадание на соревнования мирового уровня приехали спортсмены со всей России. Открылась соревнование «Гонка» свободным стилем на 10 и 15 километров. Я уверен, что каждый из вас проявит свои лучшие качества, свой характер и покажет наилучшие для вас результаты. Давайте начнем. На соревнования заявились как юные, так и опытные и титулованные спортсмены. Перед стартом участникам выдали специально привезенные для чемпионата лыжероллеры, чтобы создать равные условия для всех спортсменов. Цель соревнований не только выявить сильнейших, но и оценить уровень подготовки к предстоящему зимнему сезону. Лыжероллеры являются подспорьем для лыжников. Особенно те территории, в которых поздно выпадает снег и мало приходится стоять на лыжах, это одно из средств готовки к лучшему сезону. Чтобы показать наилучший результат, нужно быть не только в хорошей физической форме, но и правильно распределить силы на всю дистанцию. Немаловажно правильно проходить повороты, где можно выиграть у соперников драгоценные секунды. По словам гостей соревнований, Саровская трасса сначала показалась легкой, но на гонки уже пришлось вложиться на 100%. Гонка оказалась очень сложной. Наверное, одним из критериев стало то, что очень жарко на улице. И второе, это то, что у меня только что закончился сбор 21-дневный, после которого я еще не успела отойти. И эти гонки здесь, на чемпионате России в Сарове, для нас это как про стартовка, как соревновательная практика летом, которая обязательно нужна для лыжника зимой. По результатам первой гонки 4 августа на лыжной бальзе состоится гонка-преследование классическим стилем. В августе на стадионе ИКАР состоялся праздник, посвященный Дню физкультурника. В рамках мероприятия прошли спортивные состязания для команд ВНИЕФ, посвященные 75-летию ядерного центра. День физкультурника на стадионе ИКАР открыли председатель Саровской думы Антон Ульянов, директор департамента по делам молодежи и спорта Лариса Пустынникова и главный специалист правкоморфиат ВНИЕФ Светлана Чижикова. А сам праздник начался с базовой составляющей здорового образа жизни – зарядки. Я постараюсь показать полезные упражнения, которые помогут вам сохранить здоровье на долгие годы. Все, что вам говорили, забудьте. Не надо быстрее, выше, сильнее. Надо каждый день равномерно, без фанатизма, так, чтобы было с пользой. Поехали! Перекаты на спине, лодочка, наклоны и даже немного рукопашного боя. Зарядка выдалась энергичной. На центральном футбольном поле «Икара» собрались спортсмены всех возрастов. В этот день они отмечают сразу два юбилея. Это 75-летие градообразующего предприятия и 90-летие комплекса ГТО. Лично я на спортивных праздников, на таких вот, каждый год хожу. Я хожу больше не для результата, а для очков команды, ну и для здоровья. И для удовольствия. Для хорошего настроения. Да. Пока в одной части стадиона соровчане сдавали бег, прыжки в длину, пресс и наклоны, в другой соревновались сотрудники ядерного центра. В 2019 году команда «Заводилы» уже принимала участие в спортивном празднике. Тогда они не только весело провели время, но и стали серебряными призерами эстафеты. В этот раз «Заводилы» настроены на победу. Но, несмотря на спортивный азарт, что буквально витает в воздухе, никакого напряжения среди команд нет. Прошли уже гусеницу, сейчас проходили пирамиду, но еще впереди у нас еще три этапа. Там все сделать быстро и тщательно. Да, этот праздник нужен, это каждый год пускай устраивается. Ну, закалка, тренировка, как бы спорт, он всегда важен. Спорт – это весело. С этим утверждением определенно согласятся участники соревнования. Команды собирали пирамиду, катали гигантский шар, бегали гусеницей и запускали ракету РДС-1. Илья Солдатенко в 2019 году был участником состязания, а сейчас решил попробовать себя в другой роли. Не очень это тяжело на самом деле, главное – делать все правильно, как сказал главный судья. Сам этап заключается в том, чтобы люди пробежали на время, разобрали и собрали пирамиду. Собственно, команды пробегают, и, собственно, все в зачет идет. Ну, конечно же, я переживаю за все команды, но за свою тоже волнуюсь. Мне как судье нельзя сильно переживать. В этом году первое место взяла команда Иярфа «Буревестник». Несмотря на то, что эстафету резкий дерзкий спортивный ядерный центр проводит второй раз, она уже полюбилась сотрудникам и стала настоящим добрым семейным праздником. В конце августа в нашем городе прошло первенство России по баскетболу среди ветеранов 45+. Уверенную победу в финале первенства России по баскетболу среди ветеранов одержала команда «Росатоморфиацвнеев». Борьба была сложной для всех команд. Никто не мог предугадать, кто окажется в финале. На площадку выходили сильнейшие спортсмены страны – призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Все четыре дня, которые мы играли, было очень нелегко, потому что вы понимаете, что мы не действующие спортсмены, как это было раньше. И было очень тяжело, каждая игра была как финал сегодня. В финале наши спортсмены встретились с командой «Арсенал» из Тулы. Борьба началась с первых минут. Каждая команда старалась захватить преимущество. Сначала вперед вырвались игроки из Тулы, но «Росатомовцы» не растерялись. Взяли тайм-аут, обсудили тактику, постепенно сравняли счет, а после вышли в лидеры. Команда «Росатомовцы» победила со счетом 73-60. Команда из Тулы – очень сыгранная команда. Они навязали нам борьбу в защите. Но потом мы нашли ключи к их защите и смогли перебороть и повезти в счете. По словам организатора первенства Александра Онищенко, турнир прошел в приятной праздничной атмосфере. Довольны были все. И он надеется, что «Саров» еще много раз примет соревнования такого уровня. Зал отличный, хороший паркет, хорошие кольца, плюс организация всех «Саров», которые все это организовывал, то есть все сделано на высшем уровне. То есть игроки довольны, есть комментаторы, есть трансляция. Все как бы это не какой-то, как сказать, дворовый турнир, где собрались, там поиграли. Нет, здесь все сделано именно на высшем уровне. После финальной игры наградили победителей и призеров первенства. Также памятные призы получили лучшие игроки турнира и победители конкурса по броскам в кольцо среди участников и болельщиков. После награждения все желающие сфотографировались на память с любимыми игроками. Субтитры создавал DimaTorzok